Всем привет, ребята! Я тут подумала, что мы с вами все говорим про тренды современности, почему мы с вами никогда не обсуждали тренды древности, так сказать. В то время тоже были свои тренды, и мне кажется, это интересно для обсуждения. Если вам такое видео понравится, напишите об этом в комментариях, я сделаю вторую часть. Сегодня мы с вами будем обсуждать самые шокирующие и, не побоюсь этого слова, убийственные тренды, которые носили раньше. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и поехали. Да, кстати, не забывайте подписываться на мой инстаграм, давно вам этого не говорила. Те, кто еще со мной не в инстаграме, вы многое теряете. Поехали! Итак, начнем мы, наверное, с мужских трендов, потому что эта тема такая довольно-таки горячая, особенно первый тренд. И мне кажется, это будет интересно девочкам и мальчикам послушать, потому что, на самом деле, когда я искала информацию для этого видео, я была немножко удивлена то, как тренды могли убивать, вредить здоровью, и все это мы с вами сегодня обсудим. Это вам не безобидные тренды 2021 года, которые ничего плохого вашему здоровью не делают. Итак, начнем с мужской моды. Знаете ли вы такую обязательную часть мужского, скажем, платья? Раньше мужской костюм назывался платьем. Знаете ли вы, что раньше обязательной частью такого мужского платья был гульфик? Что такое гульфик? Гульфик это, по сути своей, такая как бы накладка, кармашек, мешочек для причинного места. А причинное место самое не на есть что гениталии. Итак, вот у нас, значит, XIV век появилось. Это изобретение человечества в XIV веке и уже сошло на нет в XVII веке, потому что появились новые веяния моды, новые веяния в обществе. Как вы знаете, общество и веяние в нем тесно связаны с тенденциями. Так вот, что же такое гульфик и почему и зачем он присутствовал на мужских костюмах? Это, давайте скажем честно, не совсем практичная вещь, потому что, как вы знаете, в современном мире мужчины спокойно носят брюки и без гульфика. С чего мы можем сделать вывод, что деталь это просто тенденция, просто тренд, который существовал в XIV веке. Почему же он существовал? Потому что в то время мужчины очень сильно заботились о своем мужском достоинстве, о своей маскулинности, о своей силе, о воинской славе. И вообще, изначально такие гульфики, они появились как защита, потому что нужно было участвовать в войнах. И это присутствовало в ирцарских таких костюмах, доспехах и так далее. Потом это плавненько так перекочевало в мужские костюмы и платья, как такой элемент, который подчеркивает достоинство мужчин. Как вы понимаете, в средневековье не принято было акцентировать внимание на какой-то сексуальности, вульгарности. Все это было закрытой темой, но в то же время вместе с этим существовало вот такое вот обозначение мужских достоинств. Хотя в целом это было абсолютно закрытой темой, никто даже никак не называл эту часть мужского тела. Никакого слова даже для этого не было приличного, чтобы можно было об этом хоть как-то поговорить. Но тем не менее, вот так вот у всех на виду она присутствовала. Представляете, вот такая вот вещь, она была символом мужественности. Соответственно, ничего общего с размером тех самых гениталий гульфик не имел, потому что он мог быть совершенно безразмерным. Но таким образом мужчины привлекали к себе внимание дам. Кстати, гульфик видоизменялся с течением времени и в какой-то момент он стал выглядеть вот так. Что мне кажется максимально комично, все это начали высмеивать. Поэтому постепенно гульфики сошли на нет. И появились другие веяния моды, и появились такие брюки, которые нам всем сейчас известны. Но тренд однозначно стоит обсудить. Вот как вот люди раньше, да, вот очень интересно пытались привлечь к себе внимание. Сейчас даже на такое не решаются. А раньше почему бы и нет? Почему бы не показать свое мужское достоинство вот так вот всем сразу? Следующая вещь тоже из мужской моды, но мы немножко так перепрыгнем с 14 века. Мы не будем здесь прям какую-то хронологию событий соблюдать. Просто обсудим такие самые убийственные тренды в истории моды. Это высокий, очень-очень сильно накрахмаленный, такой жесткий-жесткий, как, я не знаю, какие-нибудь стальные пластинки, воротник. Это был воротник с острыми концами, доходящими до подбородка. И пользовался он популярностью в 19 веке в Европе. Соответственно, откуда вообще большинство трендов пошло? Конечно же, из Европы. Этот воротник называли отца-убийцей. Почему? Существует такая легенда, скажем, некий сын вернулся домой, бросился обнимать своего отца. Тому этот воротник попал в глаз или еще куда-то. Соответственно, из-за того, что он был очень острым, очень тугим, жестким, накрахмаленным, отец вскоре скончался от такой травмы. И нередкими были случаи еще, когда такие воротники пережимали дыхательные пути, сонные артерии. Люди засыпали, у них падала голова. Соответственно, воротник все пережимал, они просто задыхались во сне. А так как насилие это преимущественно мужчины, мужчины и страдали мужчиной от этого и умирали. Но почему же эти воротники все равно носили на протяжении десятилетий? Потому что такой воротник показывал, что его обладателю не нужно работать физически. Что вот он такой аристократ и вообще интеллигенция элита общества. Ну и, конечно же, такой воротник отлично скрывал вторые подбородки, что было не редкостью в то время. Дальше мы с вами пойдем по женским трендам, потому что их было намного больше. И если собирать вообще все-все-все-все тренды, которые приносили какую-то боль нашим предкам, то одного видео не хватит, поэтому если захотите вторую часть, я вам уже сказала, обязательно пишите. Так вот, начнем мы с очень интересной модели обуви, которую вы и сейчас можете встретить просто немножко в видоизмененном формате. Обуви-то называется чопины. Представьте себе такие сандали на высокой-высокой платформе, которая может быть где-то 50 сантиметров. И вот на такой обуви, на такой высоте, на такой гигантской платформе женщины ходили. Опять же, появилась эта обувь в 14 веке в Европе, а конкретнее, если быть в Венеции, и в этом есть тоже свой смысл, появилась такая обувь по образу и подобию обуви из Средней Азии. А назначение у такой обуви было совершенно простое, максимально практичное. Казалось бы, это, наверное, для красоты, что-то такое, но нет, изначально у такой обуви было свое предназначение. Обувь эта защищала от грязи, которая была в то время на улицах. От грязи, от воды, то есть удобно было, по сути своей, логично передвигаться на такой обуви и сохранять туфельки чистыми. Все платформы были грязными, но обувь-то была чистой, поэтому действительно у Чопинов было свое практическое предназначение. Но постепенно такая обувь стала отражать, опять же, аристократическое происхождение ее обладательницы. Уровень благородства, так скажем. Почему? Потому что чаще всего дамы, которые носили такую обувь, они не могли самостоятельно передвигаться. Они передвигались либо со служанками, либо с тросточками. Представьте, вы идете гулять с кем-то еще, кто будет вас держать, просто чтобы вы не упали на такой обуви. Соответственно, это подчеркивает ваше благородство. Конечно, как вы можете понимать, подобные модели обуви были совершенно неудобными, вызывали множество травм у женщин, которые их носили. Можно было сломать ногу, вывернуть ногу, упасть и вообще разбить себе лицо. Если вы, например, идете без служанки, либо без трости, это было абсолютно невозможно. Соответственно, когда в моду вошли известные нам уже каблуки, Чопины постепенно сошли на нет. Следующий тренд был распространен в Китае аж с 9 века, представляете? И почти 10 веков этот тренд сопровождал историю Китая. Почему почти? Целых 10 веков, пока его не запретили, настолько он был опасным. И этот тренд называется ножки-лотосы. Звучит, знаете, очень так безобидно. Ножки-лотосы сразу представляют из себя что-то изящное, такие маленькие, красивые, женские ноги в туфельках или в чем-то таком. Но все было гораздо хуже, потому что это, что ни на есть, самый жестокий и травмирующий тренд, который мы сегодня с вами обсудим в нашей подборке. Что же это такое? Вообще, это было связано с обычаем, который назывался бинтование ног. Девочкам с самого раннего детства, с 4-х, с 5-ти лет начинали бинтовать ноги. Что это из себя представляло? Люди верили, что у женщины, у благородной девушки, невесты будущей должна быть маленькая ножка. И что она совершенно не будет привлекательной, как невеста, если у нее будет обычная большая нога. И, соответственно, маленькие ножки в то время очень ценились. Я думаю, что вы как минимум об этом слышали когда-нибудь, что в азиатской культуре такое существовало. Так вот, как же люди решили сделать ноги маленькими и не дать им вырастать до нормальных размеров ног у женщины? Как я уже сказала, с самого раннего детства, с 4-х, с 5-ти лет девочкам начинали бинтовать ноги. Что им делали? Ломали пальцы, все кроме большого. И, соответственно, забинтовывали. И постоянно забинтовывали так, чтобы, по сути, пальцы скручивались, а нога не могла вырасти в длину. Получается, взъем поднимался, нога деформировалась и приобретала такую форму цветка. И для таких ног даже были свои туфли специальные, которые вы сейчас можете видеть на экране. Но вот так выглядели ноги после всех вот этих варварских, жестоких процедур над детьми. Естественно, как вы можете понять, уже, я думаю, предугадать, у таких женщин, которые вынуждены были придерживаться такого обычая, были проблемы со здоровьем, гангрены. У них были деформированы ступни, что доставляло им постоянную, ежедневную, ежесекундную, ежеминутную боль в течение жизни. Соответственно, я могу сказать, что это самый жестокий, что ни на есть, тренд, который мы сегодня с вами обсудим, который 10 веков существовал. А потом только в 20 веке этот обычай полностью запретили, потому что, ну, как вы сами понимаете, это варварство какое-то, издеваться так над детьми. И, кстати, по той информации, которую я нашла, матерям даже не разрешали бинтовать самим дочерям ноги. Почему? Потому что, якобы, матери будут жалеть своих дочерей и не будут так сильно и туго затягивать бинты. Поэтому для этого даже нанимались специальные люди, которые вот так вот и одевались, по сути, над девушками. Это, конечно, все очень интересно, но мне прям больно смотреть на эти фотографии, мне больно это видеть, потому что ты не можешь себе представить, что когда-то такое могло существовать. Потому что в наше время это просто невозможно. Следующий тренд, который, конечно же, тоже вредил красоте дам того времени, это свинцовое белило для кожи. Я думаю, что все вы знаете словосочетание аристократическая бледность. С 16 по 19 век ценилась очень бледная кожа. Опять же, это было признаком благородства, аристократического происхождения. Потому что, если ты загорелый человек, это значит, что ты очень много времени проводишь на улице за тяжелой работой, за сельским хозяйством. Соответственно, ты такого низкого происхождения. Если у тебя кожа белая, значит, ты очень достойный член общества, такая интеллигенция и элита. Так вот, что же такое свинцовое белило? Естественно, кожа у людей от природы не белоснежная. И у многих есть свой конкретный подтон. У кого-то она более смуглая от природы, а всем же хотелось быть белыми. Так вот, что же дамы того времени делали для того, чтобы достичь идеальной белизны кожи? Они пользовались пудрой со свинцом, потому что видели, что это отлично отбеливает кожу, осветляет ее. Но, как вы понимаете, свинец это не какой-то подорожник. Это вполне себе токсичное вещество, которое вызывало язвы на коже. Со временем, при постоянном использовании, вызывало и серость кожи. Естественно, нездоровый цвет лица, какие-то проблемы с кожей, высыпания. Поэтому женщины уже не могли отказаться от этой свинцовой пудры. И им приходилось все вот эти проблемы на коже, возникшие из этой же пудры, перекрывать снова этой пудрой. Доходило даже до того, что из-за свинца у женщин выпадали волосы, были опухоли мозга, параличи. Но они все равно не останавливались. Потому что в то время люди никак не связывали все эти проблемы вот с таким безобидным косметическим средством. К слову, сейчас свинец запрещен для того, чтобы его использовать в косметике. Чуть позже, после свинца, люди нашли новое интересное оружие по борьбе со смуглой кожей. И это мышьяк. Соответственно, они стали делать пудру с мышьяком. И его еще рекомендовали принимать внутрь. Естественно, вы понимаете, что из этого происходило. Это не было лучше свинца. По сути, людям рекомендовали яд принимать внутрь и наносить на свою кожу. Естественно, подобные яды накапливаются в организме. И все это приводило к летальному исходу. Но такими ужасающими способами дамы того времени пытались достичь нужного эффекта. Сейчас у нас есть тональные кремы, различные сыворотки и так далее. Но в то время всего этого не было. И, естественно, люди искали какие-то способы. И хорошо, что сейчас мы уже этим больше не пользуемся и не наносим вреда своему здоровью. Следующая вещь, которую мы не можем не упомянуть в этом видео, это, конечно же, корсеты. Я думаю, что вы вообще много слышали о корсетах и о том, что они вредили здоровью красавиц на протяжении нескольких столетий. Первое вообще упоминание корсетов приходится на 1300 год. То есть, представляете, а корсеты существуют до сих пор. Сейчас, правда, они не такие удушающие, так скажем. Но в то время их обязаны были носить женщины, потому что, опять же, это было эталоном красоты. И вы представляете, что только в 19 веке медики начали писать и говорить о том, что корсеты вредят здоровью. А все это время, все эти столетия корсеты носили. Так что же такое этот безобидный корсет, который призван утянуть талию? Во-первых, корсет нужен был из-за жестких моральных устоев. Если ты не носишь корсет, значит ты распущенная дама. Часто мужчины сами шнуровали и наглухо завязывали корсеты своим женам, дамам, чтобы потом приехать и проверить, насколько женщина была верна. Потому что он же сам его зашнуровал. Его невозможно было расшнуровать самой. Соответственно, женщины ходили в нем постоянно. Естественно, женщины ежедневно себя заковывали вот в эти ужасные, совершенно тугие корсеты. Они не могли самостоятельно одеться. Чаще всего кто-то им помогал шнуровать этот корсет. Очень сильно утягивали талию. Соответственно, так как корсеты начинали носить уже в очень раннем возрасте, все органы деформировались внутри, они сползали, ребра у некоторых женщин ломались, грудная клетка ломалась, было тяжело дышать. Из-за корсетов у женщин были выкидыши, потому что даже беременные женщины носили корсеты. И вы представляете, если утягивать корсет, когда ты беременна, это ничего хорошего твоему здоровью не принесет. Ну и, конечно же, корсеты вызывали обмороки, потому что дышать было тяжело. Корсеты вызывали удушье. Ну и, естественно, от деформации внутренних органов ничего хорошего тоже ждать не приходилось. Поэтому корсеты так опасны. Сейчас корсеты являются вообще трендом. Представляете, корсеты существуют до сих пор, и они до сих пор не вышли из моды. В 2021 году мы с вами уже даже об этом говорили, что это один из трендов последнего времени, который стоит купить, который должен быть у вас в гардеробе. Но сейчас корсеты все-таки более либеральные, так скажем. Их не нужно так затягивать. Корсет может быть любой формы, любого размера, какой вы захотите. Он должен сидеть по вашей фигуре, а не создавать вам новую фигуру. Но вот как удивительно, что корсеты все еще существуют. Ну и последнее в нашей сегодняшней подборке – это кринолиновые юбки. Давайте опишем их как просто пышнейшие юбки. Я думаю, что вы все сразу представили вот эти платья принцесс. Это именно то, что стоит представить, когда мы говорим о кринолиновых юбках, которые вошли в моду в первой половине 19 века. Опять же, почему кринолиновые юбки вошли в моду? Потому что в то время был популярен силуэт песочной часы. Корсет сужал талию, юбка расширяла бедра, и фигура женщины казалась более привлекательной. Иногда диаметр кринолиновых юбок мог достигать нескольких метров. Вы представляете, каково было ходить в юбке, диаметр которой несколько метров? Во-первых, такую юбку вы никогда не сможете надеть самостоятельно. Опять же, приходилось прибегать к помощи. Самостоятельно одеться невозможно. Проблемы были уже на выходе из дома с такой юбкой, потому что выйти в дверной проем было абсолютно невозможно без чужой помощи. И дамы просто застревали в этих дверных проемах. Опять же, сесть в карету было невозможно. Это слишком гигантская юбка, которая просто туда не влезала. Снять такую юбку тоже нельзя, поэтому женщины терпели и не ходили в туалет. Опять это вызывало свои проблемы со здоровьем. Ну и, конечно же, самой большой проблемой в то время, связанной с кринолиновыми юбками, было сгорание заживо. Везде были свечи. Такая юбка пышная могла смахнуть эти свечи. Свеча упала на юбку. Естественно, женщина выпутаться из этой оковы не может за секунду. И, соответственно, она сгорает заживо. Либо подходит близко к камину, либо подходит близко к костру. Соответственно, сгорает. Также подолы таких юбок застревали под колесами, карет, экипажей. И, опять же, женщины погибали. Когда мы говорим о том, что красота требует жертв, мы говорим именно о тех трендах, которые мы с вами сегодня обсуждаем. Потому что я не представляю, как можно ходить в вещах, которые тебе не то что неудобны и доставляют какие-то проблемы. Это вещи, которые приносят урон твоему здоровью. Как можно носить их? Я не понимаю. Но в то время людей это не останавливало. Еще представьте, что женщины с такими юбками доставляли неудобства не только себе, но и другим людям. Потому что они перегораживали входы, дверные проемы. Представьте, если пожар уже начался. Мы с вами только что об этом говорили. И все начинает гореть вокруг. Соответственно, все дамы на балу в кринолиновых юбках загораживают дверные проемы. И люди не могут пройти. И поэтому сгорают, заживав все вместе. И такие случаи действительно были в то время. В общем-то, да. На этом все. Напишите, насколько это видео было вам интересным. Мне кажется, что это реально интересно поговорить про тренды древности, а не современности. И если вы хотите еще одну часть такого видео, я поищу еще что-то интересное. И мы с вами об этом поговорим. Напишите, какой из трендов вам кажется самым жестоким. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.